Сегодня 25 января, Татьянин День, День студенчества, всех причастных поздравляю. Сегодня хочу остановиться на двух важных темах. Дело в том, что зрители нашей программы «Информационная война» находятся не только в Крыму, они находятся в Молдавии, в Приднестровье, на территории Украины, на Донбассе, на Кубани и в других регионах Российской Федерации и Европы в том числе. И вал обратной информации достаточно объемный, и приходят все больше сообщений о том, что американские кураторы, которые, собственно говоря, и заказали государственный переворот в Киеве, они на самом деле, при всем при том, что вроде бы сдают свои позиции и подыгрывают основной тенденции умиротворения Украины, тем не менее, исповедуют такой проект, начинают такой проект, развивают такой проект, который называется «Межиморья». «Межиморья» – это такая стратегия американская, ну, скорее всего, даже атлантическая, которая заключается в том, что выстраивается конгломерат государств от Польши до Румынии, естественно, включая Украину. Смысл этого конгломерата заключается в том, что на Украине примерно 37-38 миллионов, в Польше 60 миллионов населения, а в Румынии примерно 50 миллионов населения. В сумме вот этот конгломерат, он, в принципе, сопоставим с численностью населения Российской Федерации, и это по замыслам этих планировщиков, которые создают такой проект, собственно говоря, и должна быть буферная зона между Западом и Россией. А с учетом того, что Польша и Румыния – это члены НАТО, то возникает, в общем-то, еще некоторая инфраструктурная такая поддержка, которая, собственно говоря, и может послужить военным аргументом по сдерживанию вдоха русского, который направлен на то, чтобы восстановить свои территориальные размеры. Проект «Межиморье» на самом деле достаточно опасен с геополитической точки зрения, потому что он от уж точно не в интересах украинского народа в широком смысле слова. Украинский народ, он тоже состоит из разных этнических групп, из разных региональных групп, то есть украинцы, например, Слобожанщины или Полтавщины, украинцы-Винничины имеют определенные отличия. Но в любом случае, что для жителей Хмельницкой области, что для жителей Житомирской области, Винницкой, Одесской, Херсонской и Запорожской, участие в этом буфере на самом деле грозит войной. А опыта украинского народа войны, тем более гражданской войны, с гражданами своего же государства уже имеется. И по большому счету вот это подчинение, А на самом деле в Межиморье украинцы не будут людьми первого сорта. Они точно так же, как и 500 лет назад, во времена Речи Посполитой, они будут исполнителями польских заказов. Соответственно, это точно не в интересах украинского народа. И всем нам с вами стоит подумать над тем, как этому проекту противостоять. И прежде всего противостоять в историческом, в ментальном смысле. То есть, если планировщики с той стороны озвучивают проект Межиморья, который должен собрать 150 миллионов населения, которые безусловно могут выставить 5-миллионную армию против России, то вот мы имеем континентальную войну, вековую мечту американского народа, вернее, американской элиты, которая всячески хочет обескровить и Европу, и Россию. Понизить всех своих основных конкурентов для того, чтобы остаться мировым жандармом. Это очень важный тезис, которым я хочу сегодня с вами поделиться. И вторая тема, которую я хочу сегодня коснуться, заключается в том, что уже сегодня пора думать над тем, как забирать Украину обратно. Исходные данные такого забирания, они, конечно, не очень, не ахти. У нас прежде всего понятно, что Крым вернулся сам, и более 90% проголосовавших проголосовали за воссоединение с Россией. По другим регионам, которые со своей самоидентификацией еще до конца не разобрались, та же Одесская область, особенно Херсонская, которая граничит с Крымом, но на самом деле по уровню бандеризации даже больше, чем Запорожская. Вот на Украине ситуация далеко не такая, как в Крыму. И многие люди, особенно в России, сталкиваются с такой мыслью, что украинцев надо зачеркнуть, надо отдать их там генералу Морозу, пусть они сами в себе переболеют этими болезнями. Это как бы да, но смотря в какой временной перспективе это дело рассуждать. Украинцы это те же русские люди, которые на протяжении последних 25 лет с разной степенью интенсивности бандеризировались. То есть была экспансия униадского проекта, который в начале развала, после 1991 года сосредотачивался только лишь до предгорий Карпат, западной области Украины. А уже после первого Майдана 2004 года эта экспансия распространилась на Днепропетровск, на Киев. И эта экспансия, она не была военной, никто не расстреливал из городов города. Это была экспансия ментальная, она была гуманитарная и на нее было потрачено десятки лет. Соответственно, если сегодня рассуждать, что украинцы уже для нас все потеряны, и не понимать, что речь идет о десятках лет, то мы с вами тем более проиграем эту ментальную войну и 30 миллионов русских людей, которые находятся в оккупации и физической, поскольку на Украине расквартированы американские войска, польские войска и ментальные, поскольку на Украине люди, желающие это, конечно, могут в интернете посмотреть на русские телеканалы, но тем не менее труда себе дают это сделать не все. Соответственно, там есть такой медийный эксперимент, когда русские люди при помощи специальной медийной обработки превращаются в русофобов. Вопрос, что делать сегодня для того, чтобы переиграть эту ситуацию? И я хочу предложить, в общем-то, план мероприятий, который мне подсказали телезрители программы «Информационная война». План достаточно простой и понятный. Пункт первый. Категорически отказаться от того, чтобы считать украинцев своими врагами, одурманенными, бесперспективными и прочее, прочее, прочее. То есть, мы все понимаем, что если родственник болен, и даже если он бьется головой об стену и кричит «оставьте меня, мы не братья», это не значит, что не надо родственника спасать. Соответственно, мне кажется, еще два года назад, когда Майдан произошел, вот этот информационный диалог с украинским народом, который на самом деле сейчас, ведь нельзя сказать, что все на Украине бандеризированы до предела, все самостийные, все сведомые, все настолько ненавидят русских, что просто хватаются за автоматы. Далеко нет, большая часть, не менее 50% населения, такие же русские люди, которые просто находятся в оккупации и помалкивают, потому что там еще есть и мероприятия, связанные с СБУ, с посадкой недовольных, несогласных и так далее. Люди просто из соображений безопасности многого не говорят. Но при этом это русские люди, у которых есть одна системная проблема. Управленцы украинские государственники сбежали вслед за Януковичем. Часть даже на Донбассе государственников таких не осталось. Все люди, которые сегодня управляют Донбассом, Донецкой и Луганской народной республик, они поднялись из людей, которые управленцами по большому-то и не были. Основная проблема украинцев – покажите командира. Причем, поскольку Украина достаточно большая европейская страна, есть Винницкий край, есть Одессчина, есть Причерноморье, есть Слобожанщина и так далее, то в каждом из этих регионов, например, тот же лидер ДНР, скорее всего, вот так вот сходу не указ. Они послушают с удовольствием, выслушают точку зрения своего местного, которые, например, находятся в эмиграции в Российской Федерации, который убежал от СБУ, убежал от невменяемых правосеков, от всего этого кровопролития и геноцида. Соответственно, возникает идея, и это второй пункт, что нужно сделать, на существующих спутниковых платформах, которые называются Триколор, НТВ+, и другие спутники, в которых есть русские каналы, нужно разместить без подписки бесплатно примерно пять спутниковых каналов, которые должны вещать на территории Украины. Эти пять каналов должны быть обращены на свои региональные территории. То есть вот запад от Днепра, ну вот если встать в устье Днепра, то правая сторона Одесса, это вот Одесса, Венница с правой стороны, да, вот правая сторона Днепра, это особенно устье Днепра, вот туда точно нужен канал, которым бы вещали ведущие выходцы из Одесской и Венецкой областей, может быть даже из Приднестровья. Там определенная сетка вещания, там своя новостная лента, там новости именно из этих регионов, там аналитика именно исходя из ментальных и исторических особенностей, там документальные фильмы по истории этого региона, там беседы с аналитиками, которые бы рассказывали о взаимодействии, например, румынской разведке, венгерской разведке, там же есть территориальные претензии соседей. И вот такой контент, который бы подавался через спутниковую платформу и вещал непосредственно на этот регион, в котором ведущие и спикеры, и естественно будущие руководители этого региона бы общались с людьми напрямую, минуя Киев, а сразу напрямую обращаться к жителям этого региона с простыми понятными предложениями, как структурироваться, как организовывать местное самоуправление, как выдвигать из своих рядов организаторов, как этих организаторов готовить. То есть спутниковая платформа может уже сегодня наладить диалог с людьми, живущими на Украине, которые находятся под информационным колпаком, не имеют командиров, а на самом деле потребность в командирах испытывают. Точно такой же канал нужен на Слобожанщину, это Харьковский регион, который исторически как бы примыкает к Донбассу, но ввиду сложившейся ситуации, когда Донбасс еще будет определенное время забирать свои территории, Харьковский регион требует определенного информационного воздействия. Безусловно, нужен канал для Киевщины, для центрального региона, он естественно захватит Житомирскую область, Кировоградскую область, вот всю на Днепрянщину. Отдельная история Днепропетровский и Запорожский регион, отдельная история при Черноморье, ну и конечно нужен канал, который бы вещал на Западную Украину. Это все нужно делать еще вчера. Очень удивительно, почему это не сделано до сих пор. При этом нельзя сказать, что эти каналы будут русофильскими или там инспирированы Русской Федерацией, Российской Федерацией. На этих каналах должны вещать украинские государственники, чтобы не допускать такой ситуации, что на украинском языке говорят сегодня только бандеровцы. Вот нельзя допускать, чтобы на украинском языке говорили только бандеровцы. На украинском языке могут говорить разумные, рассуждающие, трезвомыслящие государственники, которых, например, интересует будущее Украины, которые задаются вопросом, а что будет с Украиной через пять лет? А сколько останется дееспособного населения? А будут ли вдоль нефтепроводов или газопроводов или линии электропередач ходить иностранные ВЧВК, охраняющие эти активы и разгоняющие голодных местных аборигенов, как это сейчас происходит в Ливии после оккупации Ливии? А Украина на самом деле оккупированная страна. И вот такие вопросы нужно поднимать, с людьми нужно общаться напрямую, минуя нынешний Киев. Киев нынешний не вечен, он либо побежит, либо сядет. Даже может сложиться ситуация, что это место займут другие ставленники Запада, но напрямую диалог с украинцами устанавливать нужно уже сегодня. И своим вот этим обращением я хочу обратиться безадресно ко всем игрокам, и геополитическим, и внешнеполитическим, и внутри России, и за рубежом, у которых такая идея кажется трезвой, сонаправленной и достойной рассмотрения в более предметном таком проектном менеджменте, когда можно уже этот проект и начинать.